Сосуды между мышцами проходят сосудистые нервные пучки. И сосуды, которые проходят между мышцами, они питают как мышцу, так и нерв. Поэтому при сокращении может в первую очередь быть сдавливание сосуда. Однако, если этот процесс недлительный, то заметных изменений при этом нарушений не будет. Но при длительном сокращении мышцы, повышении внутримышечного давления, микроциркуляция нарушается. То есть мышцы совершают два вида работы. Это статическую и динамическую. Статическое связано с длительным нахождением состояния организма в определенных позах, когда работают при мышцах постуральной мышцы. А динамическое связано с движением. И более совершенное считается динамической работой. Когда мышцы вращаются и расслабляются. В момент расслабления происходит восстановление, кровообращение и восстановление энергетических запасов мышцы. Чего не наблюдается при статической работе. При такой длительной работе, которая, ну, довольно, ну, это не только работа, это может быть, как я уже сказала, раздражители, это могут быть стрессы. Это приводит к сильному спазму мышц. И в результате сдавливание нервно-сосудистого пучка приводит к нарушению микроциркуляции, гипоксии. При большой работе отдых для таких мышц нужен в течение 18-24 часов. Это, в общем-то, нереально. Никто не отдыхает столько. И поэтому оставшиеся изменения в виде контрактур усугубляются в процессе дальнейшей жизнедеятельности организма. При длительном таком сдавливании, то есть вот это нарушение контрактуры, может приводить к разъединению геногилозов, то есть когда структура мышечной ткани меняется и замещается на съединительную ткань. Это может идти при неадекватных поселениях длительности раздражителей. И это уже приводит к авторичной компрессии сосудистой нервного пучка. Что может способствовать снятию такого спазма? Это пассивная растяжка. По литературным данным, пассивное растягивание мышц в течение 15-30 секунд на расстояние 1-2 см приводит к улучшению кровотока в них на 30-50%. Пассивное растягивание тогда, когда или кто-то растягивает, или человек, не используя мышечное напряжение, растягивает мышцы. Вот это растягивание способствует снятию изменения белка мышц. То есть во время контрактуры, во время сокращения происходит, миофибрилы заходят друг в друга. И вот это механическое растягивание мышцы способствует вытягиванию этих миофибрил. И таким образом способствует нормализации структуры белка. Это, так как состояние и пропорецепция улучшается, то это положительно влияет на всю, весь организм, и в первую очередь на центральную нервную систему. И через нее на состояние внутренних органов по механизму моторно-висцеральных рефлексов. Каким образом происходит переход физиологического состояния человека в патологическое? При определенном раздражении происходит адаптация организма к этому раздражителю. Причем если этот раздражитель умеренной силы и резервы организма достаточны, то организм с помощью симпатико-адреналовой системы и других процессов в организме переходит на другой уровень. Но тем не менее он, ну человек не чувствует проблем. Однако, если этот раздражитель слишком велик, что приводит к недостаточным, так сказать, резервным возможностям организма, то происходит перестройка организма, и в конце концов это сказывается на всем. Процесс этот небыстрый, длительный, и когда человек приходит на лечение, то чаще всего выясняется, что он болен даже не год-два, а десятилетия, а то может и больше. То есть в таком случае в организме произошли, собственно, большие изменения, и в том числе и мышечный дисбаланс произошел. То есть это, с точки зрения янга, это мышечный дисбаланс выражает недостаточность центрального регулирования. И терапевтическое вмешательство должно быть не только локальным, оно должно быть глобальным. И все наше движение, это или же генетически запрограммировано, или приобретенные программы. В процессе этих жизней эти изменения могут цепочкой приводить к этому мышечному дисбалансу. Нередко единичное поражение формирует цепь компенсаторных реакций, хотя при диагностике не всегда предоставляется возможным выявить этого цепа. То есть с чего-то начинался процесс, а затем подключились, так сказать, другие мышцы, и третьи, и когда к вам пришел человек, то резервы организма уже, в общем-то, истыщены. И появляется, что во многих, так сказать, отделах, или во многих, многие мышечные области, мышцы изменены в виде контрактуры и в виде, или болезненности. В связи с этим, левит считает, что при диагностике функциональных нарушений никогда не следует обращаться к одному суставу или одной мышце. Значит, я хотела бы вот по вот этим рисункам немножко, так сказать, объяснить, насколько сложна система вот этого развития мышечного дисбаланса. То есть вот эта передняя линия поверхностная, если вы посмотрите сбоку, то вы видите, что, ну, собственно, она начинается от черепа и заканчивается на стопах. Если посмотреть сзади, такая же система, такая же мышечная цепь имеется сзади. Чем объединены эти мышцы? Они объединены или общей фасцией, или местами прикрепления мышц. Например, в крестовом сочленении здесь вот мышцы спины, и дальше переходят мышцы задней поверхности бедра. Такие же цепи имеются сбоку. То есть опять начинается от черепа и заканчивается опять стопой. И существуют функциональные, да, вот руки, это передняя линия и задняя линия. Как вы видите, в общем-то, все это заумествовано с позвоночником, и особенно шейно-грудной отдел страдает. Имеются функциональные цепи. То есть если человек, предположим, работает больше правой рукой, то в результате возникает перегрузка вот этой спиральной цепи, которая спереди идет вот слева направо, а сзади это может идти вдоль позвоночника. Точно так же и функциональная цепь при работе, при определенной работе вот тех же верхней конечностей и туловища. Значит, если, предположим, у человека болит спина, болит поясница, то боль может быть не связана только с мышцами поясницы. Она может быть связана с учетом вот этих связей функциональных, в том числе и с мышцами шеи. Так как, ну вот, задняя линия, то есть, как вы видите, она идет от затылка и крепится к стопам. И напряжение вот этой задней линии в области шеи и верхнего грудного отдела может привести к спазму мышц поясницы. Другой причиной может быть, ну если здесь же посмотрите сбоку, есть еще передняя линия, то есть, глянув на человека сбоку, вы можете определить, насколько у него оптимальная статика. Если она не оптимальна, чаще всего так оно и есть, в силу нашего сидячего образа жизни преимущественно, то идет напряжение передней группы мышц, это бедра часто, и мышцы шеи. В результате перетягивание человека вперед приводит к перегрузке мышц спины. Поэтому при болях в пояснице, ну, болях в ноге, там, стопе, не сразу можно определить все-таки, какая основная причина или первая причина. Потому что, как правило, у человека спина болит, как правило, давно, но потом это приводит к определенным изменениям, к болям, к грыжам, к протрузиям грыжи. И действительно приходится работать, ну, не на одном, так сказать, сегменте, а приходится действовать через глобальные такие воздействия. И, прежде всего, я считаю, что глобальными является воздействие на центральную нервную систему. В связи с вот таким подходом мы разработали комплексную программу миокоррекции, или можно назвать миотерапию. Что сюда входит? Это лечебный глубокий рефлекторно-мышечный массаж, разработанная методика нами запатентованная, это уступатель, преимущественно крайне-сакральный тренинг, это миофасциальный релиз и специальные упражнения для коррекции мышечного тонуса. Это лечебная физкультура. Чем отличается методика массажа от классической? Прежде всего, она начинается с шеи. Причем шея массируется очень тщательно, начиная с надключичной области, передняя, боковая, задняя. Положение пациента обязательно горизонтальное, лежа на спине. Основной прием – это разминание. Разминание – это раздавливающие приемы, то есть вы должны нажать на определенную мышечную систему и с такой силой, что вы почувствовали не кожу, а вы почувствовали мышцу. И эта мышца раздавливается между массирующей рукой и курсом ножа. 80-90% времени уходит именно на этот прием. Кроме этого приема используются поглаживание, растирание и преимущественно непрерывистая вибрация. На какие мышцы обращается внимание? Это, прежде всего, на те, которые отличаются болезненностью. То есть мышца может находиться в такой болезненном состоянии и, дотрагиваясь до нее, пациент отмечает, что болезненность есть. Могут быть триггерные точки, а может, вся мышца болезненности. Несколько такая припухшая. Дальше этот процесс, если он продолжается, то переходит уже в контрактуру более выраженную. Чем плотнее мышцы, тем более выраженная контрактура, тем не менее она становится чувствительной. И миогилоз сопровождается анестезией этой мышцей. То есть при пальпации мышца чувствуется то ли это кость, то ли мышца. Несколько она плотная и безболезненная. Так вот, акцент при разминании проводится именно на такие мышцы. Массаж выполняется без крема, без тарька. То есть это те средства, которые усиливают скольжение. Нет, здесь основано все на пальпации, на чувствительности рук. И во время всей процедуры пациент решит. То есть массаж шеи выполняется в положении уже и массаж спины. Массаж проводится через, только проводится через тонкую хлопчатую бумажную или трикотажную одежду. Еще одна особенность этого массажа в том, что в отличие от классического, он может использоваться в остром периоде заболевания. И при правильном проведении он может снимать боль. В тех случаях, когда медикаментозная терапия не помогает. Здесь изображено, как выполняется массаж шеи. Каким техническое исполнение. Это разминание одним пальцем может быть. Разминание несколькими пальцами. Ладонью. Как вообще проводится сам массаж? Прежде всего я хочу сказать, что по методике этого массажа приведено достаточно много исследований. И доказано, что этот массаж вместе с упражнением или растягиванием нормализует кровоток головного мозга. Положительно влияет на регуляцию. И, в общем-то, способствует заживлению язвенных дефектов у больных с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Были проведены исследования по изучению сосудов шеи у детей с перинатальным поражением нервной системы. И в сравнении с инстиномом массаж нормализует как приток, так и отток крови. В отличие от инстинома, который только усиливает приток. И в то же время массаж не влияет на возбудимость коры, в то время как инстином повышает возбудимость коры. Вот все это нам позволило использовать массаж довольно широко в лечении многих заболеваний. Ну вот, производится тут большинство на детях, на детские фотографии. Но это тоже, я думаю, отражает то, насколько массаж, в общем-то, не грубый. И ребенок очень спокойно реагирует на массаж шеи. Массаж спины. То есть массаж проводится без одежды. Тоже дети спокойно лежат. И в том числе, если это маленький ребенок, то массаж спины выполняется на боку. Потому что положение на животе поднимается. Голова у детей до года. И мышцы напрягаются. И вообще-то неэффективный такой массаж. После проведения массажа шеи и спины, ну, вернее, шею, промассировав шею, мы переходим к уступатии. Это крайне сакральные техники, как вы видите, тоже способствуют расслаблению. Так же, как и вот в этом случае. То есть, опять-таки, задача улучшить кровопрощение головного мозга и с тем, чтобы нормализовать регуляторные процессы. После массажа украни сакральной и спины мы используем миофасциальный релиз, миофасциальное расслабление. Это мягкая растяжка. Ну, вот здесь растягивается за ручки вверх. И делаем специальное упражнение для растягивания мышцы. Ну, в данном случае, это ягодичные растягиваются, и боковая поверхность улучшения. Здесь тоже, ну, может быть, более такое сильное растягивание идет. Опять-таки, без, так сказать, сопротивления со стороны ребенка. И таким образом, вот, такое растягивание приводит, и такой процесс приводит к тому, что идет полное расслабление. Ну, взрослые действительно у нас расслабляются хорошо. Дети бывают не всегда вот так полно расслабляются. Но, тем не менее, это говорит о том, насколько это мягкие техники, и насколько они хорошо приводят к расслаблению. Как проводятся процедуры? Процедура проводится в течение 45 минут через день. Курс лечения от 10 до 12 процедур, чаще всего 10. Обучается лечебной физкультурой, специальным упражнением. Если это касается детей, то обучается родителей. Если это касается взрослого, то обучает его. Анализ вот нашей работы показывает, что положительная динамика в состоянии пациента, причем это подтверждается данной инфузией сосудов головы и шеи, это подтверждается данной МРТ. Повторные курсы мы рекомендуем через 6 месяцев, хотя к нам люди приходят через год-два и в течение этого времени отмечают, что хорошо себя чувствуют. Как правило, упражнения делают далеко не все, но, тем не менее, результаты достаточно хорошие. Спасибо за внимание.